Каждый сад это условие задачи да но и каждый сад это один единственный ответ на эту задачу я Ирина Белошева с вами программа ландшафтной хитрости и сегодня мы находимся в удивительном саду Елены Герасимовой Сад Елены Герасимовой мы приехали в это суровое время когда осень становится зимой но странное дело Почему-то даже в это время года сад очень выразителен здесь много есть чего посмотреть и здесь очень приятно гулять и находиться Лена здравствуйте здравствуйте мне очень приятно бывать в садах в разных садах и ваш сад очень необычный Интересно вам узнать мое первое впечатление о вашем саде расскажите пожалуйста это даже первое впечатление не о вашем саде а о вас Вот я например погуляла по вашему саду поняла что вы во-первых очень смелый человек а во-вторых я поняла что вы человек свободный от готовых каких-то решений потому что не увидела в вашем саду традиционного джентльменского набора Альпинари прудик клумбы ракари там розари а увидела совсем другое Ну да правильно потому что у нас очень творческая семья вот и клише конечно мы всякие неприемлемы мы любим творить созидать новое придумывать Ну ваш сад ваш это лесной участок да? Да это самый настоящий лес который мы любим полем лелеем и стараемся как можно меньше ему навредить поэтому в традиционный сад который вот создается на обычных территориях в полях обычно создается здесь конечно это не получится никак потому что лес есть лес Идея собственно была такова то есть оставить все как есть только немножко улучшить и сделать более выразительным более оригинальным Да где у нас есть зона где вообще не тронутая совсем там так дико у нас очень много черники и грибов и малины то есть то что присуще настоящему лесу Конечно было желание что-то ввести какие-то новые но кустарники то что в природных условиях растет в каких-то там зонах естественных зонах То есть лес это естественная зона поэтому естественные посадки они вполне уместны Лена ну и погуляв по вашему саду я заметила что вы украшаете его не то чтобы красками традиционных цветников но и рукотворными формами которые очень вписываются в пейзаж посмотрим Да пойдемте посмотрим посаду Музыка Музыка Да, даже вот такое простое сооружение, как место для дров, у вас оно просто стало каким-то архитектурным таким сооружением. Ну да, дровник вообще это наша тема, мы любим придумывать нечто необычное. Дровника мы хотели как бы одновременно решить несколько проблем, чтобы это было красивое архитектурное сооружение, чтобы это было одновременно и границы тоже как бы участка, потому что он не должен сильно выделяться и торчать на самом виду. Ну и в то же время функциональная зона тоже. Но при этом крышечки, дверцы, то есть дрова там хранятся. А вы используете эти дрова или не для красоты? Да, безусловно, мы его используем, более того, мы назвали это дровник наш, город-сити. А-а-а. То есть он, да, очень такой стилизованный подгород городский, кстати, в башенке. Лена, ну и дровник вот территориально как бы прилегает к месту для костра, для посиделок. Есть какие-то законы, есть какие-то советы, как лучше спланировать такое место в своем саду? Вот вы нашли для него самое уединенное место или вы по принципу близости к дому, или по принципу того, что вокруг было много красивых деревьев? Нет, мы нашли это место по принципу, где меньше всего деревьев. То есть деревья, так как это большая ценность в лесу, поэтому найти ту точку, где деревья могут не пострадать от огня, от костра. Вот этот самый большой кусочек вот оказался здесь, в этом месте. И здесь у нас родилось место для кострища. Вот мы его немножко приподняли, насыпали гравий, чтобы коры не страдали. А уже потом все остальное к этому кострищу у нас как бы пристроилось. И дровник, и беседка, и мангал, да. У нас получилась такая тусовочная зона. Но опять же, вы ушли от традиции какие-то барбекю, садовые печи. Это в лесу не очень смотрится или вы просто их не любите? Нет, просто мы не хотели. Мы свободные люди, мы где хотим, можно сказать, там и делаем. Так как мы постоянно в поиске, в творческом процессе. У нас сегодня барбекю здесь, а завтра мы построим дом, у нас будет что-нибудь другое там. Другое барбекю. Может, нам это надоест, мы сделаем что-нибудь другое, например, новое. Вот это сооружение, которое около места для костра, я вижу, что это беседка. Она только беседка или это какое-то несет функциональное назначение? Знаете, я бы даже называла, это не просто беседка, это павильон. Небольшой павильон, который является развлекательным. То есть это не только... Это не для садового инвентаря, да? Ну, исключительно, не для садового инвентаря. Это павильон для развлечения, для отдыха, для чаепития, для собирания гостей. Лена, вы меня просто заинтриговали, потому что павильоны в садах и на участках мне не встречались. А вы туда можно зайти? Мы посмотрим. Пойдемте. Да, действительно, павильон. И правильно я понимаю, что это такая летняя часть, такая открытая для хорошей погоды? Да, для хорошей погоды. Мы здесь надо ставим стол, кресли целый носим, чай здесь попивали, да. На самом деле лед мне прям показался каким-то мощением официальным. Прямо чуть не наступило на него, я подумала, что это отдельный такой декоративный элемент сада. Хотя лед действительно может быть декоративным элементом, только сейчас я это поняла. Этот кусочек, небольшой водоемчик, в другой форме, который поддерживает нашу беседку и вписывается в реальную ее ситуацию. А водоемчик нам нужен был, потому что у нас очень много лягушек, а мы их очень любим. Поэтому нужно было им водичку какую-то, поэтому мы им построили водоемчик небольшой. Вот на самом деле я уже много раз встречала в садах пруды, всякие водоемы. И, естественно, я знаю, что люди, когда заводят водоемы, у них разное назначение бывает для водных растений, для того и сего. Но вот водоем для лягушек, я не знаю, что же видишь. У нас живет лягушка Маша, которая всегда, каждый вечер сидит в одном и том же месте. Мы с ней разговариваем, у нее выводятся тут детки. То есть это действительно водоем для лягушки. И водных растений я здесь не вижу, наверное, это как раз не для водных растений. Нет, не для водных растений, потому что у нас растений вокруг много, они очень красиво отражаются в воде, эти растения наши сосны. И, в принципе, глядя на это отражение, сюда не нужно ничего. Ну, логично, да. Я думаю, что немфеистовцы, мы даже инородно, наверное, смотрелись вот здесь немножко. Они бы здесь, во-первых, не росли, потому что они очень глубокие. Потом лесо, потом так как неотъемлемая часть тоже, как в архитектуре нашего пабильона. Поэтому здесь вот совсем нам не нужно. У нас природы вокруг достаточно. Ну, и вот теперь очень хочется внутрь закрепить, да? Да, ну, конечно, посмотрим. Лена, ну, потрясающе. Мне кажется, в нашем климате такой павильон вообще на каждом участке должен быть, в каждом саду. Потому что и в дождь, и в снег всегда есть где спрятаться. Вместе с тем, такое пространство, весь сад, как будто бы ты сидишь в саду, просто от него немного закрытый. Ну, да, не знаю, как, конечно, насчет каждого участка. Да, наверное, на каждом участке должен быть свой павильон, по-свой, по своему стилю, тематике, архитектурному строению. Просто наш павильон здесь у нас родился вот таким максимально открытым, конструктивным, я бы даже сказала, с видом на лес. У нас здесь как раз черничник, самый настоящий. И когда вот очень большой урожай, здесь все синий. Здесь как будто бы, вот мы наблюдаем, на синем море. Здесь настолько ее много. Вот, и, конечно, это все замечательно, и мы ценим это. Я как раз хотела сказать, что это потрясающе удобно. Потому что ни шатры, ни вот какие-то вещи, которые искусственно выглядят, а ваш павильон, я правильно понимаю, что вы его сами сконструировали, вы сами спроектировали, это ваша идея, это действительно конкретно для вашего участка. Но я имею в виду сама идея, что ты находишься как бы в саду, и как бы ты все равно защищен от плохой погоды, она, конечно, сидит здесь смотреть, как падает снег. У нас еще есть прекрасные лампы, которые здесь издают зимой тепло. Можно даже без крюкок находиться. И прекрасно попивать чаек, и созерцать. Я вот оглядываю сейчас и вижу, что тут так продумано все до деталей. Вот, например, мне очень нравится вот этот прозрачный потолок. Прозрачная крыша, вернее. То есть это, мне кажется, даже художник не придумает то, что придумала природа. Вот этот прихотливый узор из игл, сухих листьев. Просто тут можно сидеть и любоваться, как будто бы это отдельный арт-объект такой. Да, от своего розы тоже была такая задумка, чтобы в разное время года наблюдать за картинами природы. То есть не в динамике даже, а в статике. То, что она нам показывает сверху. Можно наблюдать ее снизу, как бы вот отглядывать. Да, да. Лена, а как вы используете ее? Ну, чай пьете в плохую погоду. И мы, чайки, не только плохую погоду, но и в хорошую погоду. И когда и гости приходят. Вообще, конечно, этот павильон у нас не только для сердца, не на природу, но еще мы здесь смотрим кино. А, да? Домашний кинозал? Это у нас домашний кинозал. Да, вот у нас экран. Вот такой вот, который мы опускаем. А там вот проектор. А зрительный зал у костра, да? А зрительный зал у нас напротив у костра, да. Кто плохо видит, пристраивается здесь, присаживается, а так мы, собственно, здесь смотрим. Здесь у нас стоит музыкальный центр, где у нас красивая музыка играет, когда мы сидим у костра. Слушаем музыку, а мы идем костром за огнем. Просто замечательно. Здесь всем очень любят находиться, когда приезжаем сюда. Просто расслабляться, ничего не думать. Потрясающе. Как раз потрясающе, что вам удалось и не переступить эту грань, и как бы удержаться на ней, вот грань между рукотворным и нерукотворным. И это очень трудно, наверное, соблюсти этот вот баланс. Поэтому, наверное, здесь вот такое ощущение умиротворения и такое очарование у этого павильона. Да, ну мы как бы творческие люди, художники. Поэтому задача, задача для нас решаемая. То есть этот павильон, он по вашему проекту, это ваша конструкция, вашего изобретения, ваша идея, да? Ну да, Ирина, эту конструкцию, собственно говоря, придумали мы вместе. И муж мы тоже, конечно, в частности. Более того, он ее, собственно, сделал сам, один, своими руками, буквально за два месяца. Вплоть до последнего гвоздя. Все сделал сам. Крыша из поликарбоната? Крыша из поликарбоната, да, прозрачная, для того, чтобы тоже смотреть в небо. А осенью смотреть, подглядывать. А стену у нас абсолютно ламинат, мгновенно. Лена, и еще вот такой вопрос. Вот эта форма у нее такая необычная. Это случайно или намеренно, или почему она такой формы? Знаете, условно, мы называем беседкой, как бы, павильон айсберг. Айсберг, он как бы и имеет форму, как осколка, как треугольную форму. В то же время здесь у нас присутствует обратная перспектива. А так как это место выбрали специально для этого павильончика, то, подходя к нему издалека, не видно, что он имеет такую форму необычную. Только приближаясь к ней, можно это заметить. Как раз это такая вот оптическая обманка. Обратная перспектива именно так работает. То есть это именно игра с формой уже. Игра с формой для зрителя, для посетителей. Да, да, да. Ну, почему бы этим не воспользоваться, когда у нас есть место, где это можно применить, показать и построить. Лена, как интересно, дверь есть, а стены нет. А стена здесь не нужна, потому что у нас вход в портал. Это не дверь, да? Поэтому и стена отсутствует, и дверь прозрачная. Ну, пойдемте дальше, Эрик, посмотрим. Пойдемте. И закроем за собой дверь в портал. Какая необычная скамеечка и форма у нее, и, как я понимаю, из подручных материалов. Да, эту скамеечку мы решили сделать сами, из того, что у нас осталось после строительства. Все, что вы видите, все натуральное, все сделано своими руками, все сшито. Вообще у леса стройматериалами, да? Бревна, трубы. Бревна, веревки, да, рогожка, трубочки металлические, которые продаются. Здорово. И очень подходит по стилю вашему лесу, вашему саду, если можно так сказать. Да, она, кстати, очень удобная. Да. Так, ну что, дальше? Лера, ну я действительно, вот мы сюда пришли, я ожидала, может быть, увидеть все, что угодно, беседку, какую-нибудь скульптурную группу. Но то, что увидела я здесь, я не понимаю, что это такое. Я теряюсь в догадках. Да, я действительно не знаю, что вы не догадаетесь. Это место у нас предназначено для питания, скажем так. Так как мы с вами находимся на фундаменте нашего будущего дома. А, вот эта площадка прекрасно живописно усыпана листьями. Это на самом деле фундамент будущего дома. Да, будущего дома. И в этом месте как раз запроектирована столовая. А так как дома еще пока нет, вот эту столовую мы решили создать виртуальную, для птиц. Вот, поэтому у нас для пернатых выдохи, у нас и кормушка такая получилась. Как вам пришло в голову подвесить ее над землей? Птица сама по себе, она же тоже находится между небо и землей, она все время парящая в воздухе. Вот, и нам захотелось тоже кормушку сделать столовой, такой же, как в парящей в воздухе. Нам показалось, что это будет очень как раз актуально. А фонарики эти горят? Или это декоративные? Нет, нет, фонарики эти как раз, они функциональны, они днем накапливают свет, а ночью они светятся. Само обозначая место кормления. Лена, ну я действительно потрясена, многие идеи ваши настолько остроумны, я их вижу первой жизни. Поэтому я очень благодарна вам за то, что вы нас к себе пригласили. И если возвращаться к тому, с чего мы начали нашу программу, то сейчас в ее конце, в ее завершении, я хочу добавить к моему впечатлению о вашем саде, что если гулять по вашему саду и смотреть ваш сад, то видно, что здесь живут не просто люди очень свободные, но люди еще очень творческие. Это точно. Так как у нас участок достаточно большой, и нам нужно было где-то реализовывать свои какие-то идеи. И мы хотим в разных местах организовать как можно больше всяких затей. Благо дело есть где размахнуться. И все равно даже без цветов, даже это все равно сад. Это все равно сад, это место приложения ваших усилий, место приложения ваших талантов и место, которое объединяет семью. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поздняя осень – это не конец сезона. Это горькое трепетное послевкусие, в котором слышатся ноты всей садовой симфонии. Время в саду не существует само по себе. Это сад существует во времени. Сад – это движение от зарождения к расцвету, сиянию, полыханию, а потом к угасанию и молчанию. И ни одного шага нельзя пропустить. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вспомним весну. Вспомним робкие ростки и яркие цветы первоцветов. Сад пробуждается, и вместе с ним оттаивают наши сдерживаемые зимой эмоции. Первые радости цветников, первые улыбки весенит цветущих кустарников, свобода раскрывающихся лепестков, доверие нежных листочков, юная зелень свежей травы. Сад входит в свою июньскую пору. Июньские краски – это дерзость и вызов. Взрывы пионов и смелая графика ирисов сопровождают нас в эту пору, даря энергию нашим мечтам и вдохновение нашей любви. Изысканные розы облагораживают наши сады в это время. А их волшебное чертание цветов – это просто зашифрованные послания мироздания о том, что чудо возможно, независимо от того, верим мы в него или нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Потом краски стихают, как звуки в конце мелодии. Приходит время ласковых злаков, желтых листьев и красных ягод. Это еще не умиротворение. Пока просто время перевести дыхание и задуматься. Лето еще окончательно не ушло, и его еще не жаль, но уже появляются обещания потерь и мудрости. И вот он, осенний сад. Черно-белая графика, тишина, холод, ожидания. Круг опять замкнулся, как это и происходит каждую осень. И мы устраиваем растение под укрытие. Ключ от лета прячем под подушку и готовимся снова смотреть сны о весне. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok